Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я, Джупаров Александр Сергеевич, являюсь аспирантом третьего года обучения Новосибирского государственного медицинского университета. Тема моего доклада – это формирование региональной социально ориентированной лекарственной политики на примере Новосибирской области. Как мы знаем, Конституция Российской Федерации декларирует право граждан на получение бесплатной медицинской помощи, которые включают и лекарства, так как 95% всех причемных назначений приходится на лекарственные средства. В равноправии в вопросах охраны здоровья определяется в символизации здравоохранения как равная справедливая возможность для граждан полностью реализовать свой кондиционер здоровья, вне зависимости от того, в каком регионе они проживают. Целью исследования была комплексная оценка современного состояния актуальных проблем, лекарственного обеспечения населения на муниципальном и региональных уровнях, на примере Новосибирской области. Сдача исследований обходила контент-анализ нормативных документов, регламентирующих лекарственное обеспечение населения Новосибирской области, анализ современного состояния и потенциала автоматической помощи, мониторинг федерального и регионального сегмента льготного обеспечения и структурная сложность льготного обеспечения за 2019-2021 годы. Материалами были нормативные документы, постановление правительства Новосибирской области 578-П, государственный реестр лекарственных средств, анкеты специалистов, ведомственные материалы и база Новосибоблфарма. Методы исследования. Логический, процессный, экономико-статистический метод контент-анализа, эксперт на оценке, ранговый, классный, ретроспективный метод свод-анализа. Контент-анализ включал федеральный закон 61-й, 323-й, постановление правительства Новосибирской области, постановление правительства Российской Федерации, а также закон Новосибирской области, 253 ОСД, социальной поддержки отдельных категорий граждан Новосибирской области. На данном слайде вы можете ознакомиться с методикой качественного и количественного свод-анализа. Для выбора направлений и совершенства региональной лекарственной политики был использован свод-анализ, который позволил на основе анкетирования разделить факторы. То есть это были выделены сильные стороны, слабые стороны экспертами, также были выделены угрозы и потенциальные возможности, которые затем позволили подсчитать сводный параметрический индекс и сравнить сильные и слабые стороны, угрозы и возможности, и провести ранжирование мероприятий в реализации системы фронтической помощи. К сильным сторонам эксперты отнесли развитую инфраструктуру обеспечения населения фронтической помощи в Новосибирской области, открытие новых ФАПов, охват бесплатной лекарственной помощью, к слабым сторонам рост цен на лекарственные препараты, недостаточная гармонизация печной жизненно важных лекарственных препаратов, потенциальным возможностям открытие аптечных организаций федеральными региональными аптечными сетями на Сибирской области, к угрозам рост общей заболеваемости населения, сокращение продолжительности жизни, а также качество жизни граждан на Сибирской области. На данном слайде можете ознакомиться с результатом сводного количественного сводоанализа. Он позволил провести и подсчитать сводный параметрический индекс и провести ранжирование. Также развитая инфраструктура обеспечения населения фронтической помощи, принятие и реализация федеральных программ по стратегии лекарственного обеспечения населения и развитию здравоохранения на Сибирской области представляли собой сильные стороны, которые преобладали над слабыми сторонами. Возможности также преобладали практически полтора раза над угрозами. Одной из задач государственной политики области здравоохранения является также гарантированное лекарственное обеспечение населения, относящаяся к категории граждан, имеющие право на получение лекарственных средств бесплатно или на льготных условиях. В связи с этим разработка организационно-фармацевтических мероприятий по оптимизации системы льготного лекарственного обеспечения населения на примере Новосибирской области представляет собой актуальное направление современной фармацевтической науки. Разработанная нами методика включала на первом этапе сбор и анализ организационно-фармацевтических показателей системы льготного обеспечения по сегментам за периоды 2019-2021 года. Как показал мониторинг, количество граждан, имеющих право на получение лекарственных препаратов, заметно сократилось в период 2019 года. Также он показал, что количество граждан, имеющих право на льготный отпуск, сократилось в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами практически на 1,5%. И за анализированный период в федеральном сегменте наблюдался прирост льготополучателей практически на 14%. В региональном сегменте, наоборот, произошло сокращение на 5%. Результаты мониторинга количественных показателей организации системы льготного обеспечения представлены на таблице. В ней вы можете ознакомиться, что сама помощь региональным льготополучателям в целом улучшилась. Об этом свидетельствуют показатели прироста и стоимости обеспеченных рецептов практически на 14% и поставленных лекарственных средств. Рекарственное обеспечение федеральных льготополучателей ухудшилось по всем показателям за анализируемый период, что объясняется с сокращением финансирования федеральной программы льготного обеспечения. На слайде представлены результаты мониторинга качественных показателей системы льготного обеспечения на Сибирской области за период 2019-2021 года. За анализируемый период отмечается прирост средней стоимости рецептов в региональном сегменте на 16%, в федеральном сегменте на 38%. И получается в федеральном сегменте с 904 рублей до 1052, что прирост сам по себе состоял 38%. Тенденция роста средней стоимости рецепта, особенно в региональном сегменте, объясняется ростом цен на лекарственные средства. На втором этапе разработанной методики экспертным путем был определен перечень качественных показателей системы льготного обеспечения. В соответствии с методикой осуществляли расчет суммарных рангов, квадратов от планений, суммарных рангов от среднего значения. И для оценки структурной схожести территориальных систем льготного лекарственного обеспечения в муниципальных образованиях Новосибирской области производился расчет кофинцета конкордации. С целью выявления различий в доступности фармацевтической помощи населения, имеющим право на меры социальной поддержки, была разработана методика многомерной сравнительной оценки структурной схожести системы льготного обеспечения федеральным и региональным льготополучателям в 35 муниципальных образованиях Новосибирской области. Сама методика представлена на слайде. На данном слайде представлена типологическая карта структурной схожести по кластерному типу и подразделению на федеральный сегмент и региональный сегмент за 2021 год. В ходе исследования минимальное значение количества рецептов на отсрочном обслуживании средней стоимости рецепта были зафиксированы в Устарском, Убинском, Сдвинском районе, которые представляли первый, третий и пятый кластер, а максимальное значение в Устатимском, Черепановском, Купинском районе, которые представляли второй, четвертый и шестой кластер. Результаты расчетов показали, что все выделенные кластеры имеют существенные значения коэффициента конкордации, что свидетельствует наличие существенной структурной схожести льготного обеспечения, системы льготного обеспечения. Также установлено, что в федеральном сегменте только 20 муниципальных образований из 35 на Сибирской области имеют рациональную структурную льготного лекарственного обеспечения. В рациональном сегменте только 19 из 35 муниципальных образований. Наиболее рациональной доступной структурной льготной лекарственной помощи обладают муниципальные образования, такие как Баганский, Берцг, Сдвинский, Каргаский, Качковский районы и т.д. Наименее рациональная льготная лекарственная помощь в муниципальных образованиях в Венгеровском, Доволинском, Коченевском, Машковском районе и т.д. Исходя из этого, для обеспечения уровня доступности льготной лекарственной помощи были предложены следующие управленческие решения. Для муниципальных образований, входящих в кластер 1, 3 и 5, управленческие решения должны были быть на правильное сокращение количества рецептов на срочном обслуживании. Для муниципальных образований, образующих в кластер 2, 4 и 6, управленческие решения должны быть направлены на сохранение сложившихся тенденций в качественных показателях. Проанализированы были нормативные документы, которые регламентируют льготное лекарственное обеспечение на федеральном и региональном уровне Новосибирской области. Научно обоснованы приоритетные направления оптимизации лекарственного обеспечения населения на основе экспертной оценки. Разработана методика мониторинга федерального и регионального сегмента системы льготного обеспечения Новосибирской области. Предложена и апробирована методика системы показателей для проведения структурной схожести системы льготного обеспечения, характеризующая инфраструктуру льготной лекарственной помощи. Разработана методика многомерной сравнительной оценки структурной схожести системы льготного обеспечения льготным получателем в муниципальных образованиях Новосибирской области. Также выявлено наличие определенной симметрии в системе бесплатной фронтической помощи. В результате реализации разработанной методики на Сибирской области была выявлена также нерациональная структура жгутного лекарственного обеспечения, которая заключалась в существенной структурной схожести в кластерах асимметрии по федеральному и региональному сегменту. Спасибо большое за внимание, коллеги. Если будут вопросы, я отвечу в онлайн-формате. К сожалению, онлайн-закладом я не смогу присутствовать. Спасибо большое за внимание.